Здравствуйте, мальчики и девочки! Мы сожалеем о долгом обсутствии, но японскую правду захлестнул ураган под названием Косамер 2013, крупнейший аниме-фестиваль в Казахстане. Музыка Это был шок, ад и трепет. Годные костюмы, отличные караоке. Куча шуток и единения. Спасибо, аниме-клаб KZ. Но мы с честью выдержали это феерическое шоу и наконец-то сели смотреть аниме за нашими голубыми экранами. И мутные воды интернета вынесли на наш сегодняшний суд целых два с половиной сериала. Смотрим! И первым на наш сегодняшний суд выходит аниме Атака Титанов. Титаны это лучик света в темном царстве среди гоботов, надеющих някоющих школьниц и прочих отвратительных моментов аниме, которые радуют или не радуют нас в текущем и прошлом сезонах. В этой истории нет тупого пафоса, который так обожают главные герои других произведений. Потому что нет объектов, на которые его можно направить. Гиганты, против которых сражаются люди, это бездушные горы мяса, которые не понимают речи. А большинство членов команды вряд ли доживет до вечера. Специально, грубо сколоченная история взросления героя-воина в вывихнутом средневековом сеттинге, где человечество, окружив себя тремя крепостными стенами, оброняется от титанов, огромных неразумных гуманоидов, питающихся людьми. Слава тебе, господи, здесь нет убер-персонажей, которые валят врагов направо и налево. Потому что разница между силой сторон просто несоизмерима. Большой боевой опыт тут не является гарантией выживаемости, а лишь некоторым отдалением момента, когда персонажа порвут на куски. Для здешних сражений выражение «Кромешный ад» не громогласная метафора, а реальное положение дел. Сейчас сериал находится на стадии 19 серии и есть все предпосылки, что закончат они еще не скоро. Качественная анимация, бодрый монтаж и все прочее как бы транслируют подростковые аудитории. Дальше будет еще круче. Четыре голых гигантских мужика из Петли. Второе аниме, которое мы сегодня посмотрим, это «Сильверспун». Новый сезон. Аракава-сенсей в прошлом подарила нам мангу про цельно-металлического алхимика. Посмотрите на досуге, не пожалеете. А этой экранизацией ее следующей работает. «Серебряная ложка». Сериал не про фермерское хозяйство и не про то, как возделывать поля. Это даже не романтика. Этот сериал про еду и про превозмогание. Юный Юга Хачикен мечтает поскорее научиться самостоятельной жизни и не придумывает ничего лучше, кроме как поступить в сельскохозяйственную ПТУ. Он считает, что раз уж ему одинаково легко дается изучение всех предметов, то нет никакой разницы, куда идти учиться дальше. Скоро ему предстоит осознать всю глубину своих заблуждений, делая в том, что Юга вырос в городе и понятия не имеет о сельской жизни. И для него оказываются в новинку многие вещи, которые для его новых друзей, фермерских детей, являются очевидными и самими собой разумеющимися. Не имея четких жизненных целей и представлений о фермерском труде, герой должен выжить и не сломаться в этом жестоком мире молодых агрономов. Городской мальчик, никогда не нюхавший навоза, видевший коров только по телевизору, находится в постоянном шоке. Как и в манге, основу тут составляют знакомство со всеми атрибутами среднестатистической фермы и искрометный юмор, который автору «Алхимика» удается на ура. Представленные персонажи вполне себе приятные, наблюдать за ними интересно, особенно за прелестный Тамако. Задумайтесь, а вы знаете, откуда берется молоко? Зачем нужен навоз и как на свет появляются куриные яйца? Запомните, что хорошая еда всегда найдет себе дорогу, даже через птичий анус. В комбинации с обилием юмора и детальной прорисовкой получается хороший дельный слайс оф лайф. Теперь остается только дождаться, когда нашего главного героя научат забивать скот и ставить ставки, станет ли он вегетарианцем или нет. Четыре куриные жопки из пяти. Смотрим! В следующем из новья у нас идет проект аниме Мираи 2013. И конкретно его четвертинка – Witch Academy. Третий год подряд японские студии собирают к себе молодых новичков. И на государственные деньги, под руководством мэтров индустрии, они рисуют нам новое аниме. Таких, например, как Йо Йосинари. Несмотря на то, что Witch Academy – его режиссерский дебют, он работал очень долго в студии Гайнакс, начиная от Евангелиона, Фури Кури и других не менее примечательных работ. На стадии сценарной заявки комедия с ведьмочками смотрелась чем-то вроде вставного эпизода Гарри Поттера, будучи же нарисованной и, к слову, озвученной Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии. Она стала праздником анимации, бенефисом в Йосинари художника, в полной мере раскрывающей свой талант для учеников, той самой молодой шпаны, что лет через 10 примет эстафету. Ведьмочки не пытаются быть оригинальными. Авторы слишком хорошо понимали ограничения 25-минутного хронометража, чтобы ударяться в сюжетные эксперименты или пытаться обрисовывать непривычные зрителям миры. Нет, они поставили себе другую цель. Сделать так, чтобы каждая секунда развлекала, радовала и заставляла просить продолжения. Это сработало. История юной Ака, ученицы школы ведьмочек, толком не умеющей колдовать, но в итоге спасшей школу от пожирающего магии дракона, простая и обычная. У нее есть парочка странноватых подружек из Энэйка-соперницы, у нее есть идол, которого считают шарлатанкой-показушницей, и подозрительно похожая на ту самую шарлатанку-учительница. Типовые персонажи с типовыми отношениями, участвующие в типовых испытаниях и спасающие мир за счет типовых скрытых сил. Но это не банальщина, это классика. Уже догадались, в чем разница? Правильно, в качестве. У этого, может быть, банального мультфильма есть отличные качества. Вера в добро, позитив. Есть персонажи, которые западают в душу из-за качественной анимации, отличной озвучки и добротной работы сценаристов. После выхода Witch Academy на экраны и 600 тысяч просмотров на ютубе, создатели задумались. А пойдем выйдем за пределы нашего покрытого канзами интернета на Kickstarter. Вышли, собрали бюджет и в следующем году нас ждет продолжение этой замечательной истории. Ждем. А пока оценка. Четыре ведьмочки из пяти. Ребята, я пока физически не готов еще вам рассказывать о плохом аниме. Поэтому мы открываем новую рубрику. Нетленка. В которой мы расскажем вам о классических полнометражных фильмах, сериалах, их создателях и режиссерах. В эфире Нетленка. Жил-был Осаму Тедзука. Бог манги. Который, собственно, и начал аниме-индустрию как таковую. Тедзука был невероятно одаренным сценаристом. Использовал практически все возможности и затронул уйму сюжетов. Даже сделал мангу по-достоевскому. Но Тедзуке было несподручно бороться с низкими бюджетами. Аниме в 60-е и 70-е было очень плохим. 12 кадров в секунду, застывшие кадры. Ай-яй-яй-яй-яй. Но десятилетиям позже, то есть 70-е, на сцену вышел Юшинари Канада. Великий японский режиссер и аниматор. Он показал всем, как на самом деле может выглядеть аниме. Оказалось, что лимитированную, малокадровую и плохую анимацию можно сделать реально живой, динамичной и по-настоящему крутой. Работы Канады выглядели значительно дороже, чем стоили. Ему удавалось вдохнуть жизнь даже в сериалы с гигантскими роботами. Юшинари Канада привел за собой талантливую молодежь. И ему подражают до сих пор. Фури Кури, Горян Лаган, Редлайн. Это все работы его учеников. Сверх динамичный рисунок при малом бюджете. Мощные ракурсы. И свободная камера. Вот стиль Юшинари Канады. Он много работал в Миядзаке. Рисовал эпизоды на Фсикае и Тотара. Кики и Лапуты. Но то были полуметражные проекты. На хорошо финансируемой студии. Царь и бог, который в 80-е окончательно отвернулся от телевизионного аниме. А Канада не только не брезговал телеформатом. Он своим примером поднимал планку качества серийной анимации. Но Мэтр покинул нас в 2009 году, умерев от сердечного приступа. Его ученики не растерялись. Они собрались и сделали супер-мега-гиперпроект, который готовился к выходу целых 7 лет. Полуметражный фильм, от которого у зрителя на пятой минуте лопаются глаза и наступает сенсорная перегрузка. Ред Лайн. Такаши Киоки известен своим ярко выраженным стилем. Верный ученик своего мастера. У него нет полутонов. Все его мультфильмы это жирный черный контур. С такими же жирными черными тенями. И яркие, почти кислотные цвета. При этом, то, что он делает со своими персонажами на экране, не поддается никакому объяснению. Это чистая магия. Ред Лайн аниме о движении, как о смысле жизни. Формально эта история — гонок далекого будущего с политикой, романтикой и тайным оружием кибердиктаторов. На деле, это стремительная гонка вперед. Вперед и только вперед до победного конца и дальше. Не важно, что там, пропасть или взлет. Стрелять по движущимся с такой скоростью объектам, только бластер разряжать. Ред Лайн — это все, что ты так любишь в аниме, мой дорогой друг. Крышесносные дизайны, накал страстей и запредельная динамика кинетической анимации. Легкая, но красивая любовная линия тут соседствует с историями о мафии и продажных гонщиках. Звездными войнами, девочками-волшебницами, женственными трансформерами с кабинами в сиськах. Годзилла-подобными желемонстрами, торгующими записями своих приключений супергероями и так далее. Если ты до сих пор не видел это аниме, бегом на торринг-трекер, качай в самом охренительном качестве и смотри, у тебя лопнут глаза. Десять огненных ламборджини из пяти. Четыре аниме для выпуска вполне достаточно. Смотрите Японскую правду, ставьте нам жирных лайк, любите аниме и любите друг друга. До новых встреч на Гонзо Кейзет. Субтитры сделал DimaTorzok